Спортивный тайм-аут в регионе уверенно подходит к концу. Атлеты начинают готовиться к победам, тренеры набирают новых спортсменов. Как правило, чтобы достичь высот, тренироваться нужно упорно и, конечно же, в соответствующих условиях. Как раз в Наринмаре с этим проблем нет. За лето спортивные комплексы отремонтировали и оборудовали современным инвентарем. В этом лично убедился мой коллега Олег Хатанзейский. Вслед за учебным в регионе стартует год спортивный. Где еще это так важно, как не в Наринмаре? Ведь именно наш город, да и округ в целом славятся мощными и сильными атлетами. Только в этом зале выросло несколько чемпионов мира по боевому искусству. Только мне до них еще далековато. И хотя ремонт спорткомплекса «Старт» уже завершен, зал «Иноборс» до сих пор пустует. Но это временно. До нового сезона считанные дни. Чтобы воспитанники познавали восточные боевые искусства в комфортных условиях, за лето здесь обновили помещение. Покрасили стены, заменили освещение на более яркое. А самое главное – установили оконные рамы, которых не было никогда. Так потребовал Роспотребнадзор. А сколько всего было потрачено денег на ремонт вот этого спорткомплекса? Ну, так, предел около 200 тысяч. Это много, это мало? Не-не, ну это нормально. Хотя первоначально смета была на окна почти 400 тысяч, но, как я сказал, что бюджетных денег таких у нас не было, небюджетная денежка-то была. Мы договорились с предпринимателями, которые сумели нам, сказать, пойти нам встречу и уменьшить почти в два раза расходы на водоэксплуатацию этого здания и водоэксплуатацию этих окон. А вот сегодня, 2 сентября, уже спорткомплекс полностью готов принимать воспитанников? Ну, в принципе, у меня все спортивные объекты готовы принять детей к новому учебному году. В частности, игровой зал в порядке, мы сейчас пойдем посмотрим. Этот зал единоборца, как видите, мы уже татами разложили, тоже все в порядке. Преподаватели, тренера-преподаватели в настоящее время ездят по школам, набирают детей для проведения спортивных занятий с детьми. В игровом зале изменение всего одно, но оно заметно с первого взгляда. В буквальном смысле слова в помещении стало ярче благодаря новым световым лампам. Так что зал уже готов к приему атлетов. Вот здесь какими видами спорта можно заниматься? Здесь в основном игровыми видами спорта. Вот щиты, баскетбольный баскетбол, большой теннис и волейбол. Три вида игровых видов. А вот что за покрытие такое интересное? Это великолепное покрытие. Раньше, когда мы получили этот зал, здесь было деревянное покрытие. Ежегодно на деревянное покрытие я тратил 80 тысяч для проведения косметического ремонта. К слову, этому покрытию уже почти 7 лет, но оно все как новенькое. Вот что значит качество, шутит директор спортивного заведения. Впрочем, спортивные успехи зависят не только от качества инвентаря и оборудования, но и от опыта тренера, подметил Владимир Паневник. А его показало время у местных педагогов хоть отбавляй. В спортивной сфере нуждаются ли спортивная сфера в новых специалистах молодых? Ну, в специалистах всю жизнь всегда нуждаются. Это вопрос такой, особенно если, допустим, на севере, их не хватает. Не то, что их недостаточно, но то, что для того, чтобы пригласить специалистов, нужно дать жилье. Это весь вопрос жилья. Так бы приезжали хорошие специалисты. Хотя я считаю, что в детской спортивной школе старты у меня нормальные, хорошие, сильные специалисты, которые выращивают мастеров спорта, даже мастеров спорта международного класса. В преддверии нового спортивного сезона тренеры сейчас ведут набор детей на различные секции. Ребенка можно отдать и на футбол, и на боевые искусства, и даже на большой теннис. В общем, что по душе. Олег Танзейский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».